Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, это Бутик Политик. С вами Кирилл Задов. Сегодня 9 мая 24 года. Всех с праздником Великой Победы. И, опять же, я уже говорил сегодня, это утром повторю еще раз. Естественно, каждый год, слава Богу, это удается повторить еще раз и еще раз. Если бы не этот день, если бы не эта победа, нас бы сегодня живых не было. И это касается не только меня лично, моей семьи и многих-многих-многих людей с постсоветского пространства, которых я знаю, и за которыми наблюдаю внимательно. Также, я думаю, огромного количества людей здесь тоже, потому что то, что удалось все вместе объединившись победить этого зверя, да, нацизм, это великая вещь. И это особо важность именно в такой момент, как сегодня, когда мир так сильно разделен, фрагментирован. Мы об этом сегодня будем говорить много, о фрагментации на самом деле. Начнем мы сегодня с... непосредственно именно с этого. Мы начнем с того, какую ось выстроила Россия в последние годы, начиная с 2014 года активно, да, и что ожидает, как бы, дальнейшее отношение, скорее всего, России и Запада в следующие 6 лет после инаугурации президента Путина, да, мы поговорим об этом. Потом мы технично перейдем на натовские маневры, потому что пришло время, топик важный, и пришло время об этом говорить сейчас. Маневры долгосрочные, конечно, большие, но я расскажу дальше, там есть определенные моменты, в чем они уникальны, и почему именно сейчас они НАТО нужны. И в завершающем сегменте сегодня я постараюсь передать тот шторм, который начался в Израиле после опубликования решения президента Байдена о задержке отправки боеприпасов и его высказываний относительно отказа в поставке, в принципе, вооружений, в случае начала операции Еврофаха и так далее, и так далее. В общем, есть израильская же реакция тоже, поэтому нужно ее коснуться. Это пока главный девелопмент на Ближнем Востоке, на мой взгляд, который сейчас происходит, главное развитие. Ну, а непосредственно с Театра боевых действий, я думаю, что у нас будет новая информация только после выходных. Так мне кажется. Вот, примерно такой план. Как со мной связываться, вы знаете. Для прямого эфира 347-4600-877. Все остальные, добро пожаловать на мой YouTube-канал, там можно комментировать, вступать со мной в интеракцию. Что интересно, кстати, во всей этой истории, я имею в виду в том, как западный мир, как флагманы западной прессы смотрят на события сегодняшнего дня, на инаугурацию и на возрастающую объединительную силу, которая связывает Россию, Иран, Северную Корею, например, да, и другие государства, которые, в принципе, и Китай, естественно, да, которые в этой связке сейчас работают. Называют они их осью, да, останавливаясь недалеко от того, чтобы сказать ось зла, как бы, да. Ну, это традиционный, как бы, это же точка нератива, с какой стороны вы смотрите, и понятно, что для так называемого либерального Запада, допустим, скажем, да, понятно, что сейчас это все представляет из себя большую очень угрозу, как они это воспринимают. Опять же, достаточно серьезно грешат, ребят, против истины, если увидеть все, как это, на самом деле, начинало происходить с 91-го года, как трансформировалось, какие были взлеты, какие были падения. Какова была позиция России последние 33 года, да, с 91-го года, с момента независимости, в этом году 33 года независимости. Россия, на самом деле, молодое государство в современном ее виде, да, она появилась только в таком виде, в котором она сейчас в 91-м году. Поэтому, ну, например, например, когда Wall Street Journal пишет о том, что усиливая связи с другими странами, которые его поддерживают, Путин тем временем одновременно пытается навязать Западу мультиполярную модель, да, тем самым объясняя, что больше нет гегемонии одной страны и нет гегемонии Запада, то ошибка здесь в том, что они пишут, что Путин пытается навязать Западу мультиполярный мир, хотя, на самом деле, это всего лишь отражение реальности. Мир давным-давно уже не однополярный, и если кого-то 11 сентября не научило, что одного полюса нету, а есть их много, и кто не знаком с Хантингтоном и не читал его, должен это сделать. Как бы существует определенный процесс взаимодействия цивилизаций, который далеко не всегда мирный, да. Я не буду сейчас опять пересказывать истины, которые уже, на самом деле, избиты, и они уже понятны для любого человека, который знаком с конструктивизмом и понимает, как это, в принципе, работает. Но одного гегемона, опять же, есть много моментов, но гегемония какой-то одной силы, она, на самом деле, контрпродуктивна, потому что она, во-первых, всегда будет подвержена атакам, и в любом случае, с 45-го года, ну, с 50-го, когда в Советской Союзе появилась атомная бомба, с этого момента говорить об однополярном мире стало совсем невозможно. И если кто-то подумал, что в 91-м году, что после распада Советского Союза схема станет однополярной совсем, то это, конечно, глубочайшее, серьезнейшее заблуждение, которое, кстати, и привело к тому, что сегодня происходит, по большому счету, да, потому что именно внешняя политика Соединенных Штатов Америки, на мой взгляд, с 91-го года привела к тому, что сегодня мы имеем достаточно серьезную конфронтацию и фрагментирование мира. Но вернемся, как бы, к России, да, учитывая, что информационных поводов для этого очень много. Значит, первый, это инаугурация Путина, сеть, позавчера, на следующий шестилетний срок, исходя из конституции, сегодня действующей, давайте будем реалистами, исходя из сегодня действующей конституции, это последний срок. Ну, в принципе, ему уже, сколько, 72 года. Если к концу шестого года ему, 72, по-моему, если я не ошибаюсь, если к концу, он сейчас 2-го года рождения, по-моему, и будет 72, значит. Если к концу, в сентябре, в октябре, если к концу его президентского срока этого, пятого, уже в 79 он захочет переизбираться, для этого надо будет изыскивать какие-то другие возможности. Но это сейчас не суть, потому что, как мы понимаем, в современном мире 6 лет – это огромное временное пространство, просто невероятное совершенно. Мы даже не можем себе представить, сколько всего событий может произойти за год. А тут мы говорим об отрезке временном в 6 лет, это прям реально очень много. Теперь в иноугурационной речи отмечает западная пресса, что внутренней оппозиции фактически не существует. Кстати, это очень важный момент, потому что до этого разные wishful thinking, разные надежды звучали, разные неоправданные ожидания звучали, разные абсолютно идеологизированные подходы. Да, вот об этом я тоже хотел сказать особо. Нынешняя администрация наибольшей степени, наверное, после Обамовской, демонстрирует очень заидеологизированный подход вообще к международным отношениям, что, на мой взгляд, абсолютно контрпродуктивно и очень опасно и вредно. Идеологии не может быть места во внешней политике. Во внешней политике может быть место только политическому реализму, который никакой идеологии не уделяет внимания. Уделять внимание только национальному интересу. И идеология не может влиять на национальный интерес. По-хорошему. Теперь то, что происходит сегодня в нашей администрации и по вопросу взаимоотношения с восточным конкурентом, да, с Россией, и по взаимоотношениям с Израилем сегодня как бы союзником, да, до, по крайней мере, вчерашнего дня, это, на самом деле, идеологические моменты, которые, на мой взгляд, мешают рациональному и прагматичному поведению. Но это, опять же, мое мнение, с ним можно соглашаться, не соглашаться. Теперь относительно взаимоотношения с Россией и Россией с Западом, в эмиграционной речи Путин опять повторил, что, как бы, Россия открыта к диалогу, а выступление сегодня на Параде Победы, он, в основном, естественно, сконцентрировал внимание на том, что, на самом деле, Россия должна всегда отвечать внешним угрозам, оставаться суверенной и так далее. То есть, традиционно, все традиционно, единственное, что, опять же, Вов Трижонова отметил, что последние годы, начиная с 2014 года, с начала, как бы, российско-украинского конфликта, с этого момента выступления на Параде Победы, в основном, были посвящены конфликтам. Ну, как бы, не то, что посвящены напрямую конфликту с Западом, но, так или иначе, отражали эту реальность тоже, и делали большой, очень упор на боеготовность, естественно, ну, во-первых, это и Парад, как бы, и это Парад Победы, и главная задача, в данном случае, Месседжер, да, показать, что Россия остается такой сильной и способной на повторение, на победу, способной в любой ситуации, в любой конфронтации. Теперь, учитывая, да, возвращаясь к главному моменту, как пишут американцы, да, учитывая американская пресса, учитывая, что внутренние оппозиции, фактически, сегодня существует, этот момент пройден, теперь, как бы, главная задача, двойная задача у президента, да, у российского президента, с одной стороны, на внутренней арене усиливать централизованную власть, да, поэтому прогнозируют Волфт и Джонов, например, что вот сейчас вот происходит решаффлинг правительства, да, ушло уж правительство в отставку при новом президентском сроке, так и положено, и надо будет внимательно наблюдать за тем, как будет, какие будут перестановки в кабинете, потому что те, кто ветераны, ожидает Волфт и Джонов, пишут, ожидают, что ветераны перейдут в более близкий круг к Путину, может быть, даже не на виду это будет происходить, да, а видимые позиции, как бы, позиции, которые на виду, будут заняты, скорее всего, другими уже игроками, которые должны будут зарабатывать еще это место в внутреннем кругу, близком, да, то есть, де-факто, американская пресса описывает эту инаугурацию, как тщательно, и выборы перед этим, да, как тщательно спланированные выборы, а инаугурацию, как не что иное, как коронацию, вот, но, с одной стороны, это может так и выглядеть, но, с другой стороны, Россия все-таки официально не монархия, это республика, и он называет себя все-таки президентом, а не царем, не королем, поэтому, даже если это близко к монархии, с точки зрения, как бы, стороннего наблюдателя, на мой взгляд, все равно, это больше напоминает олигархический порядок, да, олигархия, как форма правления, да, то есть, есть, как бы, определенная группа, да, совет, в котором, да, есть первый среди равных, да, как первый консул, например, да, то есть, это, в истории же ничего нового не бывает, да, есть все время, вы можете называть это монархия, но это не монархия, опять же, диктатурой тоже называть нельзя, потому что большинство населения, и до этого подтверждают все, да, большинство населения все, в том числе, независимые источники, в том числе, и западные агентства, да, социологические, кто, кому удалось какие-то опросы провести, что большинство населения России поддерживает президента России Владимира Путина, и это невозможно никак отрицать, это факт, да, несмотря, и опять же, есть определенная статистика того, сколько можно нарисовать, и даже исходя из этой статистики, я имею в виду цифр, да, по результатам выборов, эта цифра не превышает обычно 10%, по усредненной схеме, все, что больше 10, как бы невозможно, да, это общее понимание, общий консенсус экспертного сообщества по вопросам выборов, если у кого-то есть какие-то моменты. Теперь, с момента того, что внутри оппозиции не существует, главное внимание должно, естественно, уделено развитию экономики, понятно, да, потому что повышение уровня жизни населения является главным моментом для продолжающейся поддержки населения, да, это первый момент, но также требуется выстраивать, больше, больше удержать внимание выстраиванию союзов, причем какие-то из них по любви, грубо, да, какие-то из них просто по необходимости, да, есть у России несколько сегодня достаточно близких союзников, которыми она, с которыми она фактически достаточно серьезно координирует свою внешнеполитическую деятельность сегодня, и, конечно, на первом месте здесь стоит Китай, по понятным причинам, потому что многие сегодняшние союзники России, я сейчас даже про страны СНГ ничего не говорю, хотя там есть определенные моменты, вот мы наблюдаем Армению, вот мы наблюдаем уход российских пограничников из Армении, в ближайшее время, который должен произойти, мы видели визит Пашиняна в Кремль сейчас, но это все равно никак не помогает той риторике, которую до этого Пашинян высказывал. Опять же, часть его претензий абсолютно легитимна, но его претензии как бы никак не могут повлиять на реальность. Есть определенные моменты, есть определенные ограничения, связанные с сегодняшним снапшатом того, что происходит, которые что-то России позволяют делать, что-то России не позволяют делать, в любом случае, опять же, если вас интересует мое мнение, то я представляю себе, что Армения только проиграет это ухудшение отношений с Россией, по многим позициям, кстати, это возможно, и я не вижу здесь, то есть, может быть, конечно, для Армении будет в итоге более выгодным на каком-то из этапов улучшение, в любом случае для Армении, понятно, выгодно улучшение отношений, выстраивание отношений с Азербайджаном и с Турцией, без сомнения, потому что без этого как бы будущего экономического нормального Армении быть не может. Когда-то я делал такую программу, мы посвятили Карабахскому кризису очень много времени тогда, и общей динамике отношений треугольника Армения-Турции-Азербайджан. Есть определенные там отдельные вещи, которые я сейчас по соображениям просто времени не очень хотел бы раскрывать, точнее углубляться в них, но в любом случае есть также определенные моменты преференции, которые получает страна члена ДКБ и получает страна члена СНГ от России в случае тесных взаимоотношений, которых Армения может лишиться, ну и опять же огромная диаспора, которая не только есть во Франции, в США, но также есть и в России, и это та сила, которая все равно будет тянуть Армению в сторону России, я уже не говорю про общность религии, Армения не является западно-христианской страной, надо это тоже понимать, то есть де-факто Армения не входит в западно-христианскую цивилизацию, на мой взгляд, да и остается все равно восточно-христианской цивилизацией, поэтому мне сложно представить себе, как Армения будет, точнее так, как армянский политический эстеблишмент в итоге останется неразделенным, для того, чтобы в этом достаточно сложном и глубоком океане с мутной водой лавировать, это очень непросто, но это отдельная тема. Короче, возвращаясь, да, понятные связи со странами СНГ, понятно, да, понятно Белоруссия, понятен, относительно понятен Казахстан, я сейчас не хочу углубляться, есть там тоже определенные моменты, есть определенные инструменты давления, которые на некоторых российских союзников США могут пытаться воздействовать через эти инструменты давления, но есть как бы и страны, и союзники России, с которыми Россия может работать и работает, на которые США могут оказывать только очень ограниченное давление, и Китай здесь, конечно, стоит на первом месте, и, как пишут многие эксперты, Китай является, обеспечивает лайфлайн для России сейчас, да, то есть, дорога жизни для России, да, говоря простым русским языком. Опять же, очень многое из того, что я сейчас описываю, происходит по той причине, что то, что сегодня делают в США на международной арене, на мой взгляд, называется по-английски простым словом overreach, да, когда гегемон слишком сильно пытается, как бы это правильно выразиться, слишком сильно пытается заставить всех исполнять свою волю, да, то есть пытается навязать определенные вещи активно, тогда возникает сопротивление, и Китай, и Россия воспринимают американскую гегемонию как угрожающую их национальным интересам, и все то время, пока так будет происходить, они будут, конечно же, дружить вместе. Никакие опасения, что в итоге, кто бы не пришел на позицию оттянут России от Китая, а Китай от России, независимо от наших здесь выборов, на мой взгляд, это не поможет, это не сработает. Поэтому мне представляется здесь, что так дальше и будет. Ну и по войне, да, теперь. Есть еще два союзника в России, это Иран и Северная Корея, с которыми в условиях военных действий, которые Россия пока ведет, и я так понимаю, что еще какое-то время это продлится, учитывая отсутствие внятного диалога на авансцене, где-то, может, на бэкграунде что-то и происходит, но мы об этом ничего не знаем, соответственно, этого не существует, да, для нас сейчас, да, то, чего мы не видим, не существует. Ага. Вот. По крайней мере, ну, по-простому, да, то, чего нет, того нет. Значит, то, что не видно невооруженным глазом, должно что-то происходить, чтобы какие-то были, да, чтобы дым хотя бы был. А даже дыма нету, значит, и огня нету. Поэтому, пока ситуация такова, у России и Северной Кореи сильно будут совпадать интересы, и Россия платит тем странам, которые с ней вместе, да, она платит им определенными, как бы это сказать, определенными помощью, во-первых, на уровне Союза без ООН, да, например, не разрешая продлевать и усиливать станции ни против Ирана, ни против Северной Кореи, не давая контролировать, я уже об этом рассказывал, процесс того, как Северная Корея исполняет санкции, не пытается на них обойти. Да, от Ирана скоро она начнет даже получать, говорят, баллистические ракеты, да, пишут американские эксперты. Помимо дронов, которые она и так получает, Северная Корея это просто боеприпасы, причем, как мы понимаем, за фрагмент себестоимости от того, что это бы стоило просто в России за рубли. То есть, в России это стоит одну сумму, понятно, что это совсем другая сумма, нежели Россия бы продавала это на экспорт, потому что это себестоимость, а в Северной Корее это себестоимость в разы ниже, потому что это почти в Северной Корее ничего не стоит. Короче, это очень взаимовыгодное сотрудничество, на самом деле, между этими тремя государствами указанными, и несмотря на то, что прям любви такой любви, между этими странами нет, но есть как бы партнерство по интересу, и есть определенные связи. Ну и есть Африка, и есть месседж, который Россия посылает третьему миру, как называют, еще его называют глобальный юг, что мыслят традиционные консервативные ценности, да, и вот мы наблюдаем, каким образом сейчас вышвыривают французов, вышвыривают американцев, нас, из Сахела, аккуратненько, переворот за переворотом, одна за другой страны падают в российскую сферу влияния в военном плане, потому что Вагнер это не что иное, как внешнеполитическая военная российская структура, которая реально влияет, и де-факто начинает руководить безопасностью этих стран, и заходит как бы в политический эстеблишмент этих стран, и опять же в этом месте достаточно крупные финансовые интересы, когда мы говорили о Вагнере детально, я рассказывал, как это работает. В общем, пока в этом плане во внешней политике мы наблюдаем, ну не то что прям реинкарнацию, противостояние США и России, но потому что сейчас начать на все сложнее, есть еще Китай, опять же, с огромными финансовыми ресурсами, невероятными совершенно, вот, и как бы есть российская оборонка, есть российские ресурсы, есть влияние, и это пока, и есть Иран, да, и есть как бы еще же и очень много всяческой идеологической темы, связанной с, связанной с евразианской как бы доктриной, да, то, о чем очень любит говорить Дугин, да, о том, что вот констинентальные страны евразийские должны объединяться, и туда, кстати, приписывается Германия, по идее бы, да, если бы не началось то, что началось с 2014 года, и то этот процесс бы шел бы, скорее всего, но, опять же, в истории нет слогательного наклонения, в общем, есть же альтернативные парадигмы, да, американской гегемонии, да, суша против моря, никто же это противостояние не отменял, да, суша, Россия, море, царица морей, да, раньше Англия, сейчас США, то есть как бы я упрощаю, конечно, но идея в том, что эта динамика, она тоже есть, вот, и Иран, и Северная Корея, и Китай, в принципе, они вписываются в эту схему, очень хорошо, потому что они как бы все Евразия, короче, так это выглядит сейчас, и если ничего не будет сделано, опять же, диалог продуктивен, обычно бывает, и обычно, когда наступают периоды оттепеля между Западом и Россией, наверняка будет такой период еще и в будущем, главное, до этого периода дожить, а вот все время пытаюсь, как бы, это самая главная мысль, теперь технично, давайте, не так много времени уже опять заболтался, я хотел очень про маневры НАТО рассказать, которые четырехмесячные, которые проходят в странах вдоль границы, в Прибалтике, большие очень маневры, главная задача, теперь самое главное, что нужно сказать, чтобы мы понимали специфику именно этих больших маневров, в которых участвуют 80 тысяч военных, участвуют более сотни самолетов, 50 кораблей, 90 тысяч, как бы, простите, 90 тысяч военных из разных стран, очень самые масштабные маневры с окончания Холодной войны, таких маневров у НАТО давно не было, ну, 34 годочные, 33 года, соответственно, конечно, Россия за этим наблюдает, теперь самое главное, что отмечают многие натовские генералы, полковники, старшие офицеры, что есть определенная сверхзадача, которая беспрецедентна, и которую надо решать, с усилением от угрозы, которая от России приходит, в реализме она объективная, это угроза, возможности играют роль, намерения и слова не играют, возникает необходимость того, что раньше никогда не было сделано, то есть, если раньше коалиция объединялась, на время против Наполеона, или против Гитлера, то тогда в этой коалиции как функционировала, было единое командование, например, да, общее такое, но каждая армия воевала сама по себе, да, а сейчас нужно выстроить ситуацию таким образом, чтобы, грубо, латвийские и американские солдаты воевали плечом к плечу в одном окопе, Афганистан не в счет, Ирак не в счет, там была заранее спланирована ротационная тема, очень небольшими количествами, а здесь придется, чтобы прям реально батальон один одной страны с батальоном другой страны в одних окопах фактически находился вместе и скоординированно действовал, и для этого требуется отлаживание маневры, очень непростая схема, поэтому США будет объединяться с Польшей, например, вот в этих маневрах, Канада с Латвией, Англия с Литвой, как бы, и вот так вот они будут притираться, но это же мы понимаем, это в том случае, если в реальной, не дай бог, ситуации Англии удастся воевать с Литвой, а вдруг там вместо Англии окажется, грубо говоря, Германия, например, да, или какая-то другая страна, то есть нужно прям по-настоящему заниматься притиркой слаженностью, это очень большой вызов, ну и опять же, опасаются Трампа, из 12 стран основателей СНАТО, 6 стран не выплачивают достаточное количество денег, то есть внутри противоречия очень большая, внутри блока самого, да, то есть вопрос политический и в военном отношении, готов ли блок к такой угрозе, и готов ли блок эти вопросы, эти очень сложные на самом деле, политические и военные вопросы решать достаточно короткий срок, помня о том, что есть еще хардвер, в данном случае боеприпасы и техника, с которой сейчас тоже наступает определенный момент нехватки, по определенным, опять же, известным всем причинам, в общем и целом, а впереди непростое время, если дух конфронтации никуда не уйдет, и если конфликт, который сейчас есть, продолжится, или не дай бог разовьется еще, я имею в виду в Восточной Европе конфликт, то мы можем прям наблюдать серьезную проблему дальше, и это совсем неоднозначно, Россия-то эти два года активно воюет, в отличие от стран НАТО, которые активно не воюют, и сегодня боевые возможности российской армии, конечно же, возросли, вот, поэтому, если мы говорим, прямо говорю, об угрозах реальных, то, опять же, стоит ли овчинка выделки, может быть, имеет смысл все-таки начать договариваться, я пытаюсь все время, как бы, прийти к одному и тому же, простите меня за это, я сейчас с позиции, как бы, жителя США говорю, да, американского гражданина, может быть, вместо того, чтобы усиливать эту конфронтацию, имеет смысл начать договариваться, ну, просто, и опять же, из прагматизма, и не думать об идеологии, да, идеология вредит, ребят, нужно, как бы, прагматично подходить к вопросу. Бутик-политик Сказал, как обрезал. Добро пожаловать, Бутик-политик, часть 2, сегодня 9 мая 24-го года, четверг, на этой неделе, последняя программа, теперь самый главный момент по израильскому развитию. Израиль переваривает официальное решение Белого дома приостановить поставки боеприпасов, сейчас, и интервью Байдена, которое он дал СНН, где он там сказал, что признал, что с американским оружием Израиль убил много гражданских, я перефразирую, недословно, естественно, примерно так, уже стоит департмент наш, выступил с разъяснением, что интервью Байдена не означает, что Израиль нарушил международное право, да, это совсем другое означает, вот, как бы, потому что, ну, понятно, почему так, потому что при бомбардировках погибает гражданское население, как калатра у дэмэдж, и всем необязательно, гибель этого гражданского населения является нарушением международного права, когда-то в программах в начале операции в Газе полгода назад вот я это объяснял, да, этот момент, ну, в архивах это есть. Короче, в основном, конечно, очень обеспокоены израильские политические военные истеблишменты сейчас, тем, что произошло, и опять же, как отмечают многие аналитики, в краткосрочной перспективе, в том числе в операции в Рафахе, по большому счету, большого влияния это решение не окажет. Какие проблемы возникают из этого решения, да, во-первых, это показывает, насколько уровень противостояния между американской и израильской администрацией сейчас большой, непонимание большое, и разлом между ними проходит, и такого конфликта не было со времен, когда Рейган в 81-м году приставил поставки F-16 для недопущения бомбардировок Бейрута, например, да, он тогда приостановил, это не совсем беспрецедентно, уже бывали подобные вещи, приостанавливались поставки вооружений или снаряжения, короче, это бывало. Но, опять же, так как линия, это красная черта операции в Рафахе, Байдену с этого дерева очень сложно будет слезать, но есть один способ, как с него слезть до Байдена, потому что, опять же, реакция еврейских организаций в Америке, типа, организаций, типа, некоммерческих, лоббистских, была очень негативна, естественно, вот, ну и в самом Израиле, конечно, это вызвало у некоторых просто злость, Дэнни Дэнон сказал, что это достаточно, очень грустное событие, и показывает, что у нас, ну, короче, суть заявления многих в том, что оказывается не такой Америка, как бы и друг, как должна была бы быть, да, ну и также понимание того, что Израилю нужно давным-давно было ужиновать свою военную промышленность, кстати, самый главный-то ущерб, который нанесен подобным заявлением и решением Байдена, в том, что Израиль, конечно же, более активно теперь будет заниматься производством военным своим собственным, это бы, если это не будет сделано, то это как бы халатность преступная, на мой взгляд, и это должно, уже последние полгода должно активно развиваться, вот, для того, чтобы уже наконец-то Израиль стал независим по-настоящему, потому что пока вы зависите в боеприпасах от третьей страны, от другой страны, да, то вы несуверенное государство, надеюсь, что сегодня это всем понятно, помимо остальных моментов, в которых Израиль несуверенное государство, это является самым главным моментом. Теперь, профессор Чак Стрелих, да, бывший зам помощника Безопасности, давным-давно, когда-то еще, и профессор Неваю, да, интересную отметил, момент интересный, что да, как бы в краткосрочке, в краткосрочке не повлияет, в долгосрочке, когда начнется, если начнется война с Хизбалу, это может стать проблемой, потому что для войны с Хизбалу потребуются именно вот те самые бомбы, которые сейчас не дает администрация Израиля, там, две тысячи паундов, вот эти, и так аккуратно-аккуратно дал легкий совет по национальной безопасности премьер-министру. Какой профессор Чак Стрелих сдал совет по национальной безопасности премьер-министру? Он сказал так, завуалированный совет, он сказал, что если полномасштабная война с Хизбалой начнется, то вся помощь в полном объеме будет возобновлена военно. Здесь, я слышал, Лутониягу, просто на самом деле реально быстрый, как бы, совет, что нужно делать. Опять же, с точки зрения, как бы, бывшего зам помощника команды безопасности, тут все понятно, готова ли израильская логистика и главное мирное население, гражданское население к более высокоинтенсивному конфликту с покрытием ракетами более продвинутыми, больше территории. Я имею в виду Гуждан, и так далее, и так далее. Любая точка, в принципе, Израиля Хизбалой может достигаться. И понятно, что никакое ПРО в этом случае не сможет сработать так же эффективно, как это было при отражении, грубо говоря, иранской атаки, потому что расстояние очень маленькое. От Ирана дрон летит 5 часов, а от Ливана он будет лететь там, ну, совсем другое время, короче, да, в разы, в разы меньше. В общем и целом, десятки может быть раз меньше. Поэтому, вот же мы видим, что ракеты, ракетные обстрелы Хизбалы, которые идут на Голланды, фактически невозможно сбивать. Почти. Да, попадают. Очень много ракет долетает, попадает. Поэтому, тут, с одной стороны, совет как бы понятен. Но, захочет ли премьер-министр сейчас начинать полномасштабный конфликт уже сейчас, до того, как вам вопрос Рафаха решен, мне сложно понять пока. Я не знаю, это сложный выбор, да, выбор между, как бы, плохим и плохим. Это не выбор между плохим и хорошим. Вот. Но, в любом случае, заявление, которое было репостом решения Байдена, репостом премьер-министра Антони Ягу, репостом на Твиттере свою речь в день памяти жертв Хавакоста, Йомаша, на этой неделе, который был, где он говорит, что как бы Израиль будет все равно, несмотря на то, что бы международное какое Баде не сказал, что бы не было сказано какой-то третьей страной, мы должны обеспечить нашу национальную безопасность, и мы будем это делать, несмотря ни на что. Это достойно, например, министра заявления, считаю. Теперь главное, чтобы действия Израиля соответствовали тому заявлению, которое он озвучил. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Спокойнее бы нам всем выходных. Бутик Политик Сказал, как обрезал.